так ну что начинаю начинаем с разметки смотри миша вот я взял как так как и уточнял здесь мы видим 4 сантиметра диаметра то есть 40 миллиметров это кругляшка материал ольха здесь немножко отрежется это отходит суть в чем длина 40 миллиметров ну да так минуточка пойду отрежу так ну вот я отрезал здесь чтобы было более понятно перенос с 400 миллиметров то есть 40 сантиметров ну первым делом вот как бы это не выглядело как бы это не казалось но художественной резьбе тоже присутствует геометрия и четкая расстановка вот смотрим здесь я беру отступаю буквально 45 миллиметров от краев можно больше может можно чуть меньше это потом потом ты поймешь как этим поле можно регулировать ну смотрим ну ты мне выслал этот образец вот и на основе этого образца я вот так разметил каждая резьба начинается с разметки и в первую очередь нам нужно разделить разделить на фрагменты на сек на секции или как это можно назвать ну я взял визуально посмотрел как там и решил разделить на три таких больших сегмента так взял я взял привел вот такую кисть так и и приблизительно прикинул что этот орнамент где-то так проглядывается взял вот такой вот свой циркуль двумя острыми конечностями и приблизительно вот так раскинул по секции изначально оно должно более-менее быть художественно правильно на глаз конечно ну вот взял я разделили разделил на три секции потом эти же секции я делю еще пополам это как будто вот эта секция идет и еще одна раз делится и на глаз так нарисовал вот этот первый таки такой завиток так более менее накинул и потом нарисовал вот этот завиток это там окончании такой вот этот потом я взял кальку приклал вот эти линии сходятся спас сопоставил перемаливал и на эту сторону тоже перебил теперь ну туда-сюда немножко потом не нужно свериться все ли сходится вот она уже определились приблизительно вот отсюда досюда вот это наши такие такие критерии так вот я беру этот же циркуль проверяю как оно должно выйти видим она выходит но должно сытись все четко на если же куда-то не сходится или скажем идет где-то сюда где-то дальше выходит или где-то ближе я ну можно взять чуть-чуть раз рассунуть секцию скажем скажем вот так вот сюда сначала нужно поэтапно набросить рисунок приблизительно как он должен быть потом этим рисунком же прикинуть нашу секцию наш фрагмент и раскинуть уже по всей длине или в данном в следующем моменте это было по диаметру в ширине вот и если вернемся если же это куда-то дальше выходит можно чуть-чуть сменьшить и сжать если куда-то ближе ну можно чуть-чуть раздвинуть вот но при этом нужно четко разметить секции эти секции эти фрагменты уже будут нам критериями нашими они не позволят нам уйти от наших границ и таким образом обозначаем границы можно провести туда ну я пока делать этого не буду вот таким макаром можно разметить но соблюдать можно проверить себя не убегаем ли мы лево-вправо видим более-менее все сходится если мы не будем размечать по секции мы можем уплыть куда-то вот что еще хотел сказать вот таким макаром мы ну если мы не проверим себя по секциям по этим фрагментам и начнем все размечать просто как нам выходит нам может где-то здесь не сойтись в конце и тогда зря этот весь вся эта работа была проделана и придется может прийти все вытерять и или как-то хитрить с этим вот и а таким в этом моменте мы уже знаем что у нас все сойдется можем себе вот так взять проверить ссорис да здесь нужно еще разметочку может куда-то вилять немножко там миллиметр полтора это не столь важно еще пойдет пойдет стамеска стамеска тоже не 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 очень-то идеально будет где-то под углом где-то это же радиусная площадка и она где-то будет потом можно себе подправить если нужно если плохо видно вот и этот шаблончик же сначала сюда пошел потом его просто перекидываем и видим вот это этот критерий нам он сюда подходит вот калька прозрачная сопоставляем эти оси вот и переношу рисунок вот Ну а здесь вот этот рисунок был отбит и сюда тоже на эту секцию. А здесь оставался такой завиточек, я вот сделал так, как там в оригинале на рисунке, на фотке. И тоже его снял, снял с него копию. Так, вот линии и перебил потом вот сюда. И тоже перенес. Вот и еще одно, зачем эти поля должны быть, что здесь, что здесь. Там в оригинале тоже они присутствуют. Где-то больше, ну можно, надо смотреть на общую композицию, может можно где-то больше, где-то меньше. Ну я старался более-менее одинаково, чтобы было. И еще этими полями, если мы рисунок нарисовали, рисунок нас устраивает. Мы можем дать, ну а допустим, еще не хватает, еще остается немного места. Мы можем сдвинуть, дать больше площадочку или наоборот меньше, если нужно раздвинуть. Вот этими секциями, этими фрагментами можно еще и играть. Но здесь нужно аккуратно, не сильно увлекаться. Вот, чтобы более-менее рисунок сходился. Если есть какие-то вопросы по разметке, задавай. Вот покажу сейчас этот фрагмент, чтобы было понятно. Да, это четвертый формат листка. Этот фрагмент мая, у него он 40 в длину и в ширину 20. Вот. Ну а этот уже как получится, меньше у тебя. Это не столь важно, более-менее. Ну а вот так. Ну на этом этап я заканчиваю. На следующем видео начнем закалывать и начнем где-то что-то резать уже. Все, задавай вопрос, если что непонятно.